Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Сын у нас след занимается Хакидо. Учится в колледже, вижу, что проблемы с общением. Особенно всеми, кто настроен агрессивно, возникает страх, кто его побьет, старается уйти, но не всегда это получается. Как научить не бояться, он очень переживает. Если нужно говорить о ситуации, плачет, сам с ситуацией справиться не может. Спрашивает Светлана. Я думаю, что ваш ребенок священнолетний и может, в принципе, сам обратиться за помощью, сам обратиться к психологу. Вот. Если он считает, что ему нужна помощь. Вот. Потому что я не думаю, честно говоря, что вы можете его научить не бояться, в силу того, что вы женщина и в силу того, что вряд ли вы, вряд ли бы вы на месте вашего сына оказавшись. Ну, не боялись, не боялись бы, вот, агрессивно настроенных людей. Это первое. Второе. Таким вещам традиционно учиться отец. Не мать. Таким вещам традиционно учиться отец. Или любой мужчина. Любой, я имею ввиду, а, ну, значимый мужчина. Для мальчика. Вот. То есть, это функция отца. Вот. Если вы не участвуете в своего рода столкновениях, да, то не обязательно физически. Вот. Если вы не такая пробивная, если вы не активная, если вы не бойкая, грубо говоря, то вряд ли у вас получится вашего сына научить тому, чего вы не знаете сами. Вот. То есть, ну, то есть, научить можно только тому, что вы как-то сами знаете и тому, по поводу чего у вас самой есть опыт. Вот. Если у вас опыта нет такого, то, соответственно, научить, ну, вот, скорее всего, не выйдет. Вот. То, что ваш сын плачет, это говорит об определенном, достаточно серьезном, на мой взгляд, внутреннем конфликте его. Вот. И я вот могу здесь предположить, что он, в ваш смысле сын, к вам привязан достаточно. То есть, вот, слезы, это может быть история про гиперопеку с вашей стороны. Вот. К сожалению. То есть, вот, этот момент нужно понимать, этот момент нужно обязательно учитывать. Если вы на самом деле, да, вот, хотите, значит, как-то вот своему сыну помочь. Вот. По-другому, наверное, в данном случае не получится. Вот. То есть, не получится, ну, то есть, не получится по-другому помочь вашему рыбинку. Вот. А, значит, если, к примеру, опыта у него нет, да? Вот. Ну, и, ну, именно, именно опыта, если у него нет именно опыта конкретно. То, вряд ли, ну, вряд ли в этом смысле мы можем говорить о том, что у него рыба что-то выйдет. Вот. Поэтому я бы вот такую ситуацию обрабатывал бы вам и, пожалуй, я бы сказал еще и то, что в случае, если, например, я прав и действительно например, у вас довольно сильно привязка к вашему ребенку. То есть, если, ну, вот, наличие, наличие, вот, гиперопека, да, если вот наличие, вот, ваша тревога за него, то лично, лично вам желательно поработать с личными границами, вот, своими, то есть, вот, именно, ну, именно с личными границами поработать нужно вам. Чтобы, об сына немножечко, вот, ну, скажем так, отдалиться чуть-чуть, да, просто, вот, чтобы он почувствовал себя более самостоятельно, в этом смысле. Потому что, вероятно, вот, в какой-то степени, именно из-за того, что наличие, вот, вот, такая штука, как гиперопека, ну, в вашей, в вашей, в вашей стране, вот, именно поэтому, может быть, ему, вот, так, нелегко получается. получается действовать. Вот. Ну, страх не приходит в этом смысле один. Поэтому Ваша задача, в том числе, посмотреть на то, что в вашем поведении, ну, по отношению к нему, могло вызвать у него такую реакцию, вот. Ну, вот именно, что могло вызвать такую реакцию у вашего сына. Вот, я бы, наверное, такой ответ вам бы дал. А зачем ваш сын пошел на Аркидо, для чего он, вот, туда пошел? То есть, ну, чего он хотел? Когда туда шел, что ему было нужно? Ему как-то, ну, интересны вот эти вот боевые искусства или что? То есть, вот, как бы, ну, такой момент, вот, да, собственно, как мне кажется аммм, серьёзно. Поэтому предлагаю вам, опять же, на эту тему тоже подумать. Вот как-то так, на этом все, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, и с сыном тоже поговорите, если ему это интересно, пусть тоже так же обращаются за помощью, мы с радостью ему поможем. Желаю вам всего доброго, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok